Добрый день! У эфира информационный выпуск телерадио компании Гомель, у студии и працуя Натальи Игнатенко. Глядите у выпуску. Проход выконания державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное осяродье» и шла размова на посаджении гомельского харвы Конкама. На Гомельщине завершилась акция «Фонду миру. Дорогое слово мати». На ближайшие дни в регионе прогнозуются дожджи и порывистый ветер. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У гэтым годзе у Беларуси распачалась реализация программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное осяродье». Яна различана на ближайшие пять годов. Выники ее выконания за 9 месяцев 2016-го обмерковали сёння на посаджении гомельского харвы Конкама. Программа включая у себя модернизацию системы теплозабеспечения, ремонт жильевого фонду и замену лифтов. Так, за 9 месяцев этого года у Гомеля обновлено 14 лифтов. До конца года плануют заменить еще 17, что в складе 100% до годового задания. Больше, чем на 70% выконаны планы по капитальным ремонте. А это – свыше 100 тысяч квадратных метров площади. От ремонта на маль 140 дахов обновлены фасады больше, чем 80 будинков. Среди пунктов программы так само – обыходжение с коммунальными отходами и забеспечение высокой якости воды. До речи, практически все пробы, взятые у Гомеля, отповедают усим нормам. Одинным микрорайонам, которые потребуют в этом плане особистые ваги, застаётся Костюковка. Это связано с отсутствием станции обезжелезивания. Мы сегодня на исполкоме предлагаем один из путей решения данной проблемы. Это, прежде всего, подключить данный микрорайон непосредственно от сетей водопроводных города Гомеля. Если финансирование будет обеспечено, мы рассчитываем, что в течение следующего года мы можем выполнить эту программу. Заказчикам по данному объекту может выступить городской наш водоканал. Согласен, это получено, и он готов выполнить эти объемы работы. Увогуле у областным центры потребованные программы поступово выконываются. И до конца года планка у 100% будет досягнута. Это позволит выконыть головную мету программы, не допустить, что годово газнижение объема у ремонту и заховать эксплуатационную надеянность жильевого фонду. Суботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут вернуться с пытанями до первого наместника старшини Гомельского, облыканкама Александра Викторовича Миколуцкого. Звонки примаются по номеру телефона у Гомелии 75 12 37, с 9-ти их один ранницы и до 12-ти. Ухыты сейчас на пытанне Гомельчана откажет первый наместник старшини Гарвы Конкама, Павел Яугенович Паулов. Нумер телефона 75 19 84. Отказность за невыставление электронных рахунков фактур по податку на добавленную вартость планует увести в Беларуси. По коже податковой инспекции проводят ответные научные семинары для плательщиков. Усе подробностей у Чарговой экономичной доведцы. Так само у выпуску польское предприемство наладить у Гомелии выпуск мебли. Дякую, чему, прационные места отримают некальки сотни у человек. А кроме того, глядачо уча кай анализ цен на Садовину и Гароднину на гомельских рынках. Глядите программу завтра у 21 45 хвилин на телеканале Беларусь 4 Гомель. И еще одна информация для тех, кто плануя рабить покупки. На выходных у областным центры пройдет масштабная универсальная выстава «Кермаш». Ее организатором выступает Гомельский облспожил «Союз». Гандаль разгорнится на площу Паустанье, проспекте Перамоги. Усягу будет денничать коля 70 гандлювых кропок. Час працы с 9 до 16.1. Покупникам пропануют сельско-господарчую продукцию, мясо, молочные продукты, саджанцы Дреу. Организаторы таксамы обяцают редкие товары, такие як ягоды, рабины и калины. Установлены минимальные гандлевые наценки. Для буйных покупников продугледжена макчимасть доставки по городе. 70 гектаров лесу высадили у Гомельской области у рамках акции «Одновим лясы разом». Яна проходить у регионе у Кастрычнику. Усягу в этом месяце плануют засадить новым лесом территорию у 350 гектаров. Гэта площа, поошкодженная ранее ураганом. Переважно у Мазырским, Жлобинским и Светлогорским районах. Далучиться до акции може любы жадаючи. Для гэтага треба звернуться у ближайший ляс газ. У регионе завершилася акция Фонду Миру «Дорогое слово мати». Все лето она пройшла в шостый раз. Традицейно гоноровыми гостями урочистости установятся жанчины розных поколенев. Все лето до делу запросили больше 1300 жихарок Гомельской области. Громадская миротворчая акция «Дорогое слово мати» все лето ладзилась в трех городах Гомельской области. Ранее урочистое ушанование за ручением подарунков жанчинам пройшло у Будокошалеве и Калинковичах. Гомельский колледж мастерства и мя Соколовского гостина сустракал проставниц Брагинского, Лоевского, Рыческого, Добружского районов и областного центра. Сярод запрошенных – жанчины розных профессий и взрослых. Але усеяны мают однольковы житёвый ориентир. Горда не суть статус мати. Моя семья – это мои дети. Дети, которые не по крови, но по духу, по разумению. Это дети, которых я учила. Дети, которые достаточно часто называют меня мамой и обращаются за советом. И сейчас даже жаля в далеких странах, они со мной общаются. И это греет моё сердце. Да, у меня действительно большая семья. Я, муж, у нас пятеро замечательных деток. Детки ходят в школу, уже в сады, уже полностью вошли в школьную жизнь, скажем так. Мы и дом строим, и карьеру строим. И одновременно дети растут всё сразу. Часто жанчин называют слабым полом. Однако на самой справе это за всем не так. Каб нарожать детей, заховывать споко и мир у семьи, будавать карьеру, займаться громадской деятельностью, потребный характер да и ошейки. У якости запрошенных гостей на урочистых встречах молодые шмадетные мать, ветераны войны и працы, жанчины с активной життевой позиции, громадские деячи, а так само жанчины с ликой и кероникой. Подтримать их у добрых починаниях, выказать словы пашаны и поваги, головные меты масштабной громадской миротворчей акции. Мы хотим ещё раз поднять роль и значимость матери. И в семье, и в обществе, и матери как общественницы, и матери как руководителя, и как производственника, и так далее. Прежде всего, мы хотим отдать дань благодарности этим замечательным людям. Людям, на котором, собственно, держится мир, держится планета и всё на свете. Александр Лупиненко, Наталья Игнатенко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Оборона правов и интересов детей – головная мета деяности Белорусского детячего фонду. У «Гомеля» подвели выники работы областного отделения организации за пять годов. Так, за этот час у «Гомельской областной отделения» поступило больше, как 1300 зворотов, и усеяны были задоволены. Оказывалась потребка приёмным семьям, выхованцам интернатных установ и талиновитой молоди. Сирот зворотов были и просьбы оказать материальную подтрымку да помогчи у реабилитации ляченни. Подчас провоздачно-выборной конференции так само обраны новый состав управления. Кардинальных зменов, даречи, не отбылося. Старшиня Гомельского областного отделения Белорусского детячего фонду Лидия Катехова и директор Гомельского областного отделения Лариса Мяжевич перевыбраны на свои посады. Усяго у списи члена управления 59 человек. Конечно, то, что мы начали и видим, что это востребовано, мы будем продолжать. Ну, конечно, будем находить новое, продвигать вперёд всё, что вот наши идеи. Ну и главное, чтобы ни один ребёнок, который нуждается в нашей защите, не остался без внимания. В Гомеле протягивается реализация проекта «Планетары» у библиотецы. Раз в месяц аматров астрономии запрашаются на цикавые сустречы у городскую библиотеку Мягерцена. Тематичные вечарыны ладятся по адкераунистам у Владимира Ларьёнова. Ён каразнаутца, член Союза журналистов СССР, аутар шматликих артыкулов по истории астрономии и космонавтыки. Наведвальникам ён пропануе подороже позорным небе, распавядая про тое, что уявляя собой сусвет и какое место им займае планета Земля. Узгадывая досягненні людей, які унесли значный уклад у вывучэння нашей галактики. Перша початкова проект «Планетары» у библиотецы задумваўся для развития гульнага круга гляду подрастаючага покаленне. Однако зараз у лікуя гаудзельніка ўзявляюцца ўсё больш студэнтаў і дорослых людзей. И на приканцы выпуску коротка про надворье. На гэтых выходных яно, на жаль, не парадуе жыхароу региона. Прогнозуюцца дажжы і парывісты ветер. По інформаціў обласного гидрометцентра, ў ночь на суботу будзе пераважна без апаткаў. У дзень на пауднёвым заходе пройдуть невялікі дажжы. Температура па ветра ў начы складзе ад минус трох да плюс двух. У дзень не паднімецца вы шэс за восемь градусав тяпла. Ветер пауднёва ўсходні 6,11, парывы да 15-18 метров за секунду. Подобны характер надворье захаваецца і ў неделю. У гэты дзень ў асобных районах пройдусь дажжы. У панядзелак будзе пераважна без апаткаў. Гэты, а так сама іншыя навіны, вы можця знаўсті на нашым сайці ў інтернеті. Па адрасі www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершану, студы працывала Наталья Ігнаценка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу эфіры. Наталья Ігнаценка.